Топ-5 трендов маркетинга в 2019 году. Привет, мои маленькие любители видеоблогов. Быть в теме быстрее конкурентов – это уже половина успеха. В конце этого видео я дам вам инструмент, как быть в тренде всегда. Продолжается тотальная автоматизация интернет-рекламы. Яндекс запустил автотаргетинг. Это значит, что теперь для настройки рекламной кампании достаточно указать ссылку на сайт и настроить сами объявления. Аудиторию Яндекс подберет сам. Google в своем КМС сделал умные рекламные кампании. И в Google вообще достаточно просто ссылку на сайт указать. Объявления аудитории подберутся сами. Вся реклама в интернете будет следовать этому тренду. Все дальнейшее развитие рекламы. Напиши в комментарии, знал ли ты о таких возможностях Google и Яндекса. Также продолжается тренд на рекламу внутри социальных сетей без перехода на сайт. Пользователям комфортно и нестрессово оставаясь в социальной сети писать вам заказы в личку или в комментарии. Более того, некоторые социальные сети развивают шоппинг-теги и встраивают свои платежные системы и карточки товаров прямо внутрь своей системы. Без перехода на внешний сайт. На конверсии это отражается положительно. Очередной тренд 2019 года это видеоконтент. Видеоконтент делать сложнее, чем фото или текст. Поэтому многие ваши конкуренты этого не делают. О чем можно снять видео? Видео можно снять о вашей компании. Можно снять обзор товаров или отзывы ваших клиентов. Кроме того, социальные сети очень любят видеоконтент и если вы выкладываете его регулярно, то получаете бесплатные большие охваты ваших потенциальных клиентов. Кстати, когда выкладываете видео в социальные сети, учитывайте, что многие смотрят их без звука. Очередной тренд 2019 года это YouTube бизнес-блогинг. За прошедший год в YouTube пришла взрослая платежеспособная аудитория старше 30 лет. Во многом благодаря таким популярным бизнес-блогам, как «Трансформатор», «Игорь Рыбаков» и «Оскар Хартман». Сейчас самое время начать формировать свой личный бренд или вести бизнес-блог в своей компании. Чат-боты и автоворонки. Особенно это актуально для тех, у кого несколько десятков продаж в день, и это онлайн-продажи. Что умеют чат-боты? Они умеют отвечать на типовые вопросы. Они умеют получать у клиентов контакты и другие данные. Чат-боты умеют выставлять счета и контролировать их оплату. Включить круглосуточного чат-бота – это как заменить несколько человек, при этом сэкономить на зарплате и повысить качество обслуживания. Но не во всех сферах чат-бот заменит человека. Кстати, проголосуйте, используете уже чат-ботов или нет. Для того, чтобы быть в тренде маркетинговых новостей, подписывайся на еженедельную подборку по ссылке в описании. А также подписывайся на мой инстаграм и этот канал, и ставь свой царский лайк, если тебе вкатило. Будь в тренде. Пока!